А завершим наш антикоррупционный блок рассказом о государственной компании, финансовая отчетность которой так плотно окутали мнимой прозрачностью, что разглядеть цифры не может никто. Нафтогаз Украины не дает ответа о прибыли и своих контрактах ни журналистам, ни депутатам. При этом руководители НАК получают колоссальные, миллионные зарплаты, а простые люди платят за газ неподъемную цену. Почему топ-менеджмент государственной компании относится к своей работе как к частному бизнесу? Спрашивала Оксана Григорьева. Прозрачность их принцип работы, а информирование граждан Украины их приоритет. Это все задекларировано на сайте нефтегаза. Но стоит ли написанному верить? Ведь звучит это довольно лицемерно. Так журналистки «Украинской правды» Татьяне Козыревой в НАК почему-то отказались открыть детали контракта с двумя компаниями – бельгийской и американской. Их нефтегаз якобы нанял для лоббирования своего имиджа в США. Но в «Нефтегазе» ответили информация коммерческая, а значит конфиденциальная. И отказались предоставлять журналистам копии контрактов и стоимость этих услуг. Хотя обязаны по закону. Ведь конечный владелец нефтегаза – украинский народ. Теперь этим займется суд. Разглядеть бюджет нефтегаза за задекларированной прозрачностью не могут даже депутаты. Получается такое себе закрытое государство в государстве. Мы не можем добиться роками от того, чтобы «Нафтегаз» публічно затверджував свой финансовый бюджет речный. Куда витрачаются деньги? Мы с боями дизнаемся про те, какие правильные заработные платы у головы цієї структури и у работников цієї структури. Там абсолютно неадекватные вытраты, но они не берутся с того, что эта компания их реально заработала. Они берутся с того, что подняли в разы тарифы для людей, подвищили цену на газ, залезли в кишеню. И теперь имеют возможность себе установить такие зарплаты, которые сами хотят. А зарплаты в национальной компании уже давно обогнали европейские. За прошлый год оклады руководителей нефтегаза выросли в 13 раз. В то время как украинцы этой зимой считали, сколько должны по новым платежкам, глава НАК Андрей Коболев получал более 2 миллионов гривен в месяц. Вот так выглядит его дом в элитном поселке на берегу Киевского моря. За миллион долларов. За колючей проволокой и под камерами наблюдения. За минулий рік Нафтогаза декларировал чистого прибутка в 26 миллиардов гривен. 26 миллиардов гривен. При этом будучи суперзаботковым. Эти деньги в Нафтогазе и, соответственно, их миллионные зарплаты взялись только с того, чтобы подняли тарифы. Обещанное в 2014 году после революции достоинства реформа компании так и не началась. Планы демонополизировать рынок газа остались лишь на бумаге. И это говорят эксперты только на руку топ-менеджменту нефтегаза. Руководители НАКО, Коболев и Витренко, будучи наемными работниками в госкомпании, почему-то рассматривают ее как свой частный бизнес и политический трамплин. Поговаривают с него Коболев, метят даже в премьерское кресло. И чутки, что его рассматривают как одного из потенциальных наступников Гройсмана. Если, например, может происходить изменение премьера, то, наверное, его название тоже фигуровало. Керевство такой большой компании не заинтересовало в том, чтобы потерять эту компанию, чтобы ее разделять. Потому что для них это тоже актив. Актив и бизнесовый, и политический. Вот «Нафтогаз» как раз сейчас всячески тормозит реализацию этой реформы. Причину уже нашли. Знаете, мы в стокгольмский арбитраж подали. Пока решения арбитража не будет, мы ничего сделать не можем. Да что там контракты с иностранцами? Никто посчитать не может, куда ушли деньги, заплаченные украинцами за газ втридорога. Эксперты подсчитали. За прошлый год украинцы потребили 17 миллиардов кубометров газа. Себестоимость газа собственной добычи – 80 долларов. Но дочка нефтегаза «Укргаздобыча» продает его по 180. Это 1,7 миллиарда долларов только на разнице между ценами. Население же получает газ по цене около 260 долларов. И при этом уровень добычи собственного газа не растет, а стремительно падает. Хотя именно увеличение добычи могло бы уменьшить цифры в платежках украинцев. Лишние 100 долларов, находящиеся в тарифе на газ для населения, они трансформируются в очень неплохую сумму. А если сравнить это с операционной деятельностью «Нафтогаза», когда поставки газа населения убыточны, то как раз вот эта вот сумма и получится. 1,7 миллиарда долларов, которые просто растворились в неизвестном направлении. Вот, собственно, и возникает вопрос, каким образом это все происходит, насколько прозрачна работа «Нафтогаза» Украины. Все это напоминает методы так называемой креативной бухгалтерии, когда для инвесторов демонстрируется одна динамика, а для всех других демонстрируется, особенно для внутреннего, для внутреннего споживания, демонстрируется совсем другая динамика. На эти все вопросы наш телеканал тоже хотел бы получить ответ. Официальный запрос в НАК «Нафтогаз» уже отправили, но в ответ пока тишина. Хотя тишину на днях нарушил главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Ветренко. Он ответил на страницах УПЭ на статью главреда этого издания Севгиль Мусаевой. Но такой ответ скорее исключение, подтверждающее тенденцию. Есть некая имитация прозрачности, нежели реальная прозрачность. Потому что раз в год или раз в полгода глава «Нафтогаза» сделает какой-то публичный отчет или сходит на какой-то эфир, людям яснее не стало. Все чаще возникают вопросы, за что платятся такие колоссальные зарплаты, куда уходят деньги украинцев. Эта дискуссия является серьезным поводом попристальнее присмотреться к работе НАК, чтобы положить конец использованию государственного добра в личных целях. Оксана Григорьева, Леонид Аборин. Подробности недели. Телеканал Интер.